В начале 20 века американский астроном Персиваль Лоуэлл пришел к выводу, что орбитальные движения Урана и Нептуна могут быть объяснены наличием массивного невидимого тела. Долгие годы астроном проводил интенсивные поиски, но результат оказался отрицательным. Шли годы, но поиски загадочной планеты Х не прекратились и в данное время могут быть сильно облегчены, если вначале попробовать хотя бы приблизительно представить себе ее физические свойства. Недавно это попытался сделать профессор Бернского университета Кристоф Мордасини. Ученый исходил с того, что искомое небесное тело сформировалось в то же время, что и остальные большие планеты, примерно 4,6 миллиардов лет назад. А далее было выброшено гравитационным воздействием последних на расстоянии порядка 700 астрономических единиц от Солнца. Планета Х не успела набрать из протопланетного облака хотя бы столько же вещества, сколько Уран, самый легкий из планет-гигантов. Следовательно, ее масса вряд ли может быть больше десяти земных при диаметре порядка 45 или 47 тысяч километров. С другой стороны, по составу и строению она должна быть близка к тому же Урану, однако поддерживается за счет переноса из глубины дополнительной энергии, выделяющейся при медленном гравитационном сжатии планетных недр, что предоставляет гипотетическую возможность заметить этот объект в инфракрасном диапазоне. Это, кстати, отличает его от всех уже известных тел Солнечной системы, открытых благодаря наблюдению отраженного от них видимого света. В целом, планета Х должна излучать на три порядка больше энергии, чем отражать. Проведенное исследование предоставило также неплохое объяснение того, почему далекая планета до сих пор оставалась незамеченной. Сколь бы далеко не находилась от Солнца гипотетическая неоткрытая большая планета Солнечной системы, при существующих оценках ее массы она должна была бы оказывать гравитационное воздействие на другие объекты, в первую очередь на планеты-гиганты. Все попытки зарегистрировать такое воздействие пока не имеют успеха по той причине, что мы не можем с достаточной точностью определить положение центра масс отдельно взятого тела. Для газовых гигантов погрешность оказывается слишком велика от предвычисленного орбитального движения. Но есть одно важное исключение. С 2004 года на орбите вокруг Сатурна работает американо-европейский космический аппарат Кассини. Он играет роль своеобразного компактного радиомаяка, координаты которого можно определить с весьма высокой точностью с помощью массива антенн дальней космической связи. Естественно, все непредусмотренные отклонения от расчетных положений центрального тела должны были бы отражаться и на положении в пространстве его спутников, в том числе искусственных. Однако за 12 без малого лет наблюдений сотрудники группы сопровождения зонда не заметили в его движении никаких существенных аномалий. Инженеры НАСА осторожно заявляют, что ожидаемые возмущения, возможно, слишком малы, но они имеют свойства накапливаться, и их можно было бы зарегистрировать, если бы специалистам были доступны массивы данных как минимум за 15-летний период. К сожалению, в следующем году Кассини, согласно планам миссии, будет сведен с орбиты и сгорит в сатурнянской атмосфере. Эксплуатировать его дольше не позволяет постепенное исчерпание запасов топлива его двигательной установки и ограниченный ресурс бортового оборудования. В принципе, сторонники существования планеты Икс уже предложили свои объяснения, почему её не чувствуют космические аппараты. Наиболее убедительное из них – таинственное небесное тело всё же имеет заметно меньшую массу, чем ему сейчас приписывают. Второй вариант заключается в том, что оно расположено на ещё большем расстоянии от Солнца – порядка нескольких тысяч астрономических единиц. В обоих случаях шансы его найти современными средствами значительно падают, и даже прогресс в области техники наблюдений поможет нам весьма нескоро. А как вы считаете, существует ли загадочная планета Икс и сможем ли мы её обнаружить? Продолжение следует... Продолжение следует...